У нас сегодня с вами тема портрета, и я как раз стою на фоне портретных работ Максима, который сейчас в данном случае ведет съемку, а вдобавок участвует в моих мастер-классах и дает тоже эти уроки. И я хочу показать, обратить ваше внимание на них, как пример того, что человек за считанный год, причем занимаясь своей постоянной профессиональной деятельностью, преподает йогу, умудился за год дойти до такого уровня. То есть практически мы видим хороший академический уровень исполнения портрета в карандаше, графическими материалами. То, к чему идут 8, иногда 12 лет, обычные студенты, училищ, художественные школы, институты. А тут результат произошел за год. И это красноречиво свидетельствует о том, что живопись и рисунок – это не что-то недоступное. И не только в силу таланта человек может освоить это, но и в силу просто умения рассуждать, расследовать предметы, ну вообще мыслить. Потому что вот у Максима была потрясающая фраза. Почему ты мне, почему пока ты мне не показал, я этого не видел? Ну скажем, свет тень, разницу в тоне, одно темнее, другое светлее. Почему пока ты мне не показал, я этого не видел? Это же вещи очевидные. То есть живопись чем хороша? Живопись – это вещи очевидные. У художников даже фраза такая есть, что «натура научит». То есть, а как вот здесь? Ну пиши, ты пиши, передавай то, что ты видишь. И действительно, вот в этом плане можно развиваться вполне, передавая просто то, что ты видишь. Если у человека есть вкус, если у человека есть рассуждение, то используя только эти две способности, а я думаю, что каждый может себе позволить эти способности, причем не обязательно, чтобы вкус был какой-то особенный. Это главное вообще проявлять вкус. То есть, я считаю, что это красиво. Красный – это красиво. Хотя считается, что красный – это для дерев и села, а не красный – это уже какие-то проявления вкуса. Ничего подобного. Старинная живопись, она вообще красно-коричневая и ничего. Поэтому, если у вас есть какой-то свой вкус, доверие ему, чего очень часто не хватает даже опытным мастерам, они просто не доверяют своему вкусу. Красиво, некрасиво. А сделали я что красивого? Доверие своему вкусу, его проявление на холсте, ну и внимание, которое требует рассуждения. Внимание, внимание. То есть, если до этого мы знаем о дереве, что это палка, какие-то торчалки, то, становяясь художником, мы начинаем сматриваться на ее действительное положение вещей в этом дереве. Какие веточки? Веникообразные или веерообразные? То есть, различаемые предметы. Если до этого мы смотрели на мир и толком ничего. Какие облака? Ну, белые, наверное. Конечно, белые какие же все. Но они же не только белые, и все знают, что на закате они совсем не белые. Вот что на них ревляции, вот даже на ночном городе над городом, вы заметили, что облака то желтые, то голубые какие-то. То есть, вот эти светики города дают ревляции на реке облака. Вот поэтому, ну не поэтому, а просто имея вкус, имея глаза элементарно, просто видя цвет, видя форму и внимая к этим вещам, можно очень быстро проскочить вот эту фундаментальную часть образования. Тем более, что в наше время никто не требует умения от художника, умения рисовать. Ну, вы сами это видите на актуальных выставках и на донесажах. Донесаж, понятно, что это вот те, кто умеет рисовать, лишь современный зритель отправляет туда. А на выставке и какие-то реальные, реальный творческий прогресс, внимание к художникам рождается там, где есть какое-то новаторство. Ну, можно рассуждать, плохо это или хорошо. Это есть, и в каком-то, может быть, аспекте, в каких-то проявлениях это не очень хорошо. Но в итоге как-то время все выстраивает на свои места. И оказывается, что вот новаторство XX века столько принесло интересного в живопись. Так же, как в 19-м веке крестьянисты вдруг взорвали представление о живописи. Вот. Так, в 20-м веке. И нам сегодня вообще повезло. То есть мы можем брать любую форму, любое изобретение, либо к нему пристраиваться, либо, основываясь на нем, быстренько искать свои какие-то... проявлять свои пристрастия в изобразительном творчестве. Ну, вот, кстати, что касается импрессионистов, то вы, наверное, знаете, что эта комборда импрессионистов пополнялась не только за счет профессиональных художников, но и за счет людей с улицы, так сказать, просто увлеченных идеей, новаторской идеей импрессионистов. Причем они становились импрессионистами в считанные годы. Вот. И... И оставили прекрасный след в истории. Вот. А в 20-м веке и вовсе все расцвело новаторством. Я про новаторство говорю в том контексте, что кажется, что для того, чтобы взяться за живопись, нужно научиться рисовать. Не обязательно. То есть, главное, проявлять вкус, совершать поступок каждый раз, каждая картина, ну, как влюбиться, влюбиться в человека, в женщину, в мужчину. У женщин, наоборот, в мужчину. Вот. Это тоже поступок, решиться на этот поступок. В живописи, можно сказать. Это, вообще, конечно, живопись — это любовница. И для тех, для кого она не любовница, это скучный, изнурительный труд. Очень много профессионалов именно так и живут. Скучно, изнурительно, монотонно. Выстреливают картину за картиной, пытаются их продавать. Вот. А для вас, как раз, есть возможность. Вы жили без живописи, вы выживали без живописи, и для вас живопись не станет вот этой капелькой. Для вас, как раз, живопись может быть любовницей, что очень, конечно, большое удовольствие. Творчество вообще удовольствие. Ну, вот, если рассуждать о творчестве, то Божье в нас — это способность словесности, это способность любить и способность творить. И когда эти способности у нас проявляются, то мы, как бы, испытываем полноту жизни. Потому что очень много людей согласятся с тем, что вот нарисовала картину, и вот, ну, весь день праздник на душе, еще и следующий. И не срится, как во время влюбленности. Вот. Хотя, казалось бы, что в твоей жизни произошло? Испачкала холст. Я понимаю, когда ты влюбился в человека, да? Ну, так действительно может что-то произойти. И здесь, собственно, ничего особенного не произошло. Однако, вот, самый факт, творчество... Произошло, потому что ты понимаешь, что ты не можешь, и вдруг так получилось. Неправда. Ты такая же влюбленность. Мы, конечно, понимаем, но... Ну, все-таки там надежда на великое будущее. А портрет, он как бы вершина умения художника. То есть, вот, если художник умеет портрет, то, ну, это вот высшая степень ремесленного искусства. А если он умеет еще и характер передавать, то это высшая степень проявления художника. Ну, есть еще иконопись, может быть, там еще выше. Вот. Но к портрету в вашем случае, вот, в случае новичка, нужно, конечно, грамотно подойти. Потому что, вот скажем, инпрессионизм очень легкая. Это забава. Совершеннейшая забава. То есть, там характер мазка сам решает вопросы. То есть, освоил правильный мазок. Там нет точных очертаний. То есть, проблемы рисунка, скажем, в пейзажной живописи а-ля импрессионизм практически нет. А в портрете проблемы рисунка есть. И от них деться некуда. И надо, ну, хотя бы какие-то малые возможности рисовальщика приобрести. Но, опять же, можно двинуться по классическому академическому пути и опустить руки. Это очень долго. А у меня времени на это нет. И поэтому портрет не мой. Но, как правило, вот такие мазки свидетельствуют об этом, что человек рассудительный, человек интеллектуально насыщенный, конечно, очень быстро может расследовать, если он проявил внимание. Взрослому человеку, если он проявил внимание, в отличие от ребенка, который учится, как бы искать папу. Трудно это внимание проявить. А взрослому человеку, если он увлекся, то легко проявить. Поэтому, вот как Максим, увлекшись живописью и рисунком частности, быстро достиг вот таких результатов. И, кстати, Михеланджело, у тебя очень хорошо получалось. Да, а вчера меня просто удовернило. Да, вот это произошло, это появился, ну, я не знаю. Во-первых, меня, честно говоря, разбило, потому что когда я писала балерину, техника была одна. И когда я выбрала танцовщицу, я думала, что будет схожесть, ну, как бы я приблизительно уже знаю. А здесь я попадаю в то, что а делается совершенно не так. Вообще не так. Ну, вот опять же, ключи. И вот это меня вызвало. И вот это меня вызвало. То были одни ключи. Да, то есть я поняла, наоборот, это хорошо. То есть я узнала... И вскрылись некоторые проблемы. Да, вот они именно там не вскрылись, а вскрылись здесь. Так, Макс, примерно через пять минут начнем? Или уже началось? А, уже началось. Так интересно говорили. Вот это было. Вот, что касается портрета, есть одна вам подсказка, можете даже для себя ее пометить, потому что эту подсказку я взял из иконописи. В советской живописи вряд ли я нигде не встречал такой мысли, чтобы буквально выучить несколько ракурсов, несколько форм освещенности портретов. Я вам сейчас покажу два варианта. Это самые... Да, конечно. Вот это два самых распространенных вида освещенности лица в портрете. Этот мотив а-ля Джаконда, то есть Джаконда освещена так же. А этот вы тоже не раз встречали в музеях и прочее. То есть опытные художники могут себе позволить любой ракурс, любое освещение. Но если вы хотите сразу с портретом на «ты», выучите эту освещенность. Чтобы ее выучить, стоит поступить так. Сделать, допустим, копию. Серьезно. Вникнуть в степень... Ну вот все эти вещи сейчас мы с вами прочтем вместе, во что стоит вникнуть. Потом сделать по памяти это. Потом, может быть, еще раз, уже другое лицо. Еще раз копировать. И еще раз делать по памяти. Допустим, другое, но тоже та же формула освещенности. Здесь какая форма освещенности? Свет падает на лицо и оставляет вот эту линию носа. А здесь линию носа не оставляет. То есть тень как бы дает идею шара головы. То есть вот, как будто шарик писан. То есть нет линии носа, есть освещенная площадка здесь и теневая вот с этой стороны. А здесь теневая, вы видите, с другой стороны, и только линии. Классический портрет, вот если рестать или пройдите по музею, классический портрет, это наполовину вот эти два рамуса. Ровно наполовину. Причем часто аж до противного. Ну что ж так уже безискусно? Ну что ж мы так не экспериментируем? Они нашли эти два рамуса. Еще, по-моему, с римского портрета нашли. Еще с римского, я имею в виду, до Рождества Христова. И эксплуатируется эта освещенность с тех пор многократно. В наше время, конечно, вариантов в живописи очень много. Запрос зрительский уже не такой жесткий, как в прошлые времена, поэтому освещенности разные. А тут еще и фотография нам помогает в этом вопросе. Фотографы тоже используют эти два, опытные, с художественным образованием фотографы, тоже используют эту формулу освещенности. Причем, если мы пытаемся осветить, вот мы хотим, допустим, написать портрет некого человека, и мы просим фотографа сделать нам вот это освещение. Практически редкий художник, фотограф, нам сделает вот это освещение. Мы еще должны знать формулу. То есть оно будет приблизительно так. Это даже есть право в фотографии. Приблизительно так. Но вот эти вот старые мастера это унифицировали до вот такой или вот такой формулы. Это а-ля Джаконда. То есть это классика освещенности. От того, как мы осветили портрет, очень многое зависит. И выявление формы, и подача, вкусная подача черт лица. Вот, поэтому буквально сделай копию. Я взял первые попавшицы, чтобы понимать, дом. Конечно, можно было взять Джаконду, более красновещивый пример. Но типа Джаконду мы и так все знаем. Вот, поэтому сделали копию. Понятно, что делая копию, надо знать, что там расследовали. Вот мы сейчас будем. Сделали копию, потом сделали по памяти. Этот прием используется в академиях как очень важно. Причем не всегда ставят акцент на это. Вот если в светской живописи, конечно, полно всяких ракурсов, то, скажем, в натуралистичной, натуралистичной, а-ля академической живописи, в иконописи, я не имею в виду аскетическую живопись, а-ля Андрея Рублев и Дианисий, а имею в виду именно натуралистичную живопись в иконописи, там вообще буквально два ракурса и две освещенности. Есть фас, ну в данном случае фасный пистал. Фас для вас будет сложновато. Не торопитесь работать с фасом, потому что будут проблемы. Поэтому, если вы беретесь за портретом любимого человека, знакомого, заказал вам кто-то, берете эти формулы, они в каждом альбоме по живописи полно, в интернете полно, то есть вся классическая живопись, эти вот эти два ракурса. И старайтесь сделать подбор, вам скажем, дали фотографии. Или вы можете сделать фотографии этого человека, которого планируете написать. Вы берете и делаете вот это освещение. и может быть, прежде всего написать, стоит сделать вот этот вот шаг расследований лет. Потому что черты лица худо-бедно можно вытянуть. Ну, есть еще более простой способ. Берете фотографию человека, которого вы хотите написать, кидаете на холст, в печати, то есть есть у них холсты, есть печать, и просто наполняете краской. То есть есть и такой вариант. Но не так все, не так все, не умно. Грамотно наполнить краской вот эту печать. То есть черты лица у вас все есть. Вам остается не портить эти черты, не сбивать их. Но для того, чтобы и эту задачу выполнить, вам тоже нужно пройти вот это расследование. Хотя это тоже путь. В Москве редкий художник пишет сейчас с натуры. Ну, люди уже экономят время и зарабатывают деньги. Поэтому редко с натуры, в основном с фотоматериалом. И чаще, если портрет заказной, а часто портрет заказной обладает таким злочным, ну, люди со скромным вкусом заказывают у художника портреты. Главное, что было похоже. Хотите похоже, фотографируем на холст и раскрасим. Но раскрасить тоже надо уметь. Хотя это, конечно, очень удобно. Но надо уметь. Ну, сейчас немножко. Получится. Вот. Есть еще понятие романтического портрета. То есть, я сейчас покажу несколько вариантов. Здесь вы, конечно, можете себя проявить в полной империи. То есть, если в академическом портрете вы, конечно, будете мучиться, то, скажем, вот в такого рода портретиках может ли не мучиться. Многие из вас с шариковой ручкой в тетрадке вот такое могут нарисовать. Немножко раскраски. Перед нами картина. Причем очень интересная. То есть, немного линейного рисунка. То есть, масло, можно масло прекрасно кинуть на холст до того, как вы нарисовали карандашиком или после того. Вот. Очень удобная для вас шарик. Очень модная, эффектная. Крупным мазком. Мозаично. Многие вот из учеников, которые берутся за такие задачи, справляются. Ну, там чуть-чуть кривит носик, там чуть-чуть кривит глазик, но звучит. Оно звучит. А потоки не звучат. А это звучит. Это густой мазок, это мастихин и мозаичная укладка. И оно звучит. Даже вон не умеет. Просто, даже, не знаю, вот эта истремленность. Ну, модельяне же сознательно кривит. Нам же нравится. Если мы умеем, вернее, если мы так не умеем, как модельяне, это замечательно. Это графиня, которая у нее портрет заказала. Ей же не понравилась. Беда. Зато здесь мир не будет. А графиня что? Ей же нужно было кинуть на холст ее фото. Я же не раскрасила. Вот такие есть портретные идеи, когда большое лицо, это может быть холст вот такого размера, и там будет большое лицо. и буквально вот такими ляпками, цветовыми расследовать лицо, любоваться лицом. Тоже как одна из форм живописи в наше время. И она вам тоже доступна. Она, конечно, опять же, это, если вы обратите внимание, вот эта формула посвященности. Свет и тень очень классный. Очень близкий. А есть всякие заморочки, да? То есть писал, 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 смотришь, не дополучается. Завалил буквально густыми мазочками то, что не получалось, глядишь, будет даже красиво. А еще можно пустить потеки, потеки какие-нибудь. Прямо вот. Можно даже из пульверизатора этого, ну, пшикал себе. Да, вот, извиняюсь, да? Напшикали воды на холст, прямо вот сюда. Напшикали, напшикали, она потекла, стало срывывать канонки. Беременькие канонки, холст стало появляться. Я не знаю. Было очень красиво. То есть, то, что не получилось, допустим, внятно не получилось, можно забросать всякими экспериментами, и оно может прозвучать. То есть, совсем не значит, что если вы работали, у вас не получается вот это, то надо уже отчаяться. Вот это, делали, делали, не получается. Забросаем всякими экспериментами. Задождем. Ну, вот, опять такая идея. Это звучит. Вы можете взять фотографию любого своего знакомого, свою фотографию. Взять прекрасно автопортрет, ну, или портрет знакомых, любимых. Вот. Густой мазок мастихином а-ля мозаичный. То есть, вот такие вот веселости. Посмотрите, тут в портретах совсем чуть-чуть. Цветовые пятна, цветовые пятна и чуть-чуть портрета. Буквально очочки глазных яблок, глазных падин. Там тенечка под носиком, тенечка под губочками. Вот такая красота. И остальное пятна, пятна, пятна. Ну, да, где-то там может угадаться что-то. То есть, это для вас. Это ваша живопись. То есть, это то, что вы можете себе позволить. Какая-то делок мощный профессионал. Но это то, что вы можете себе позволить. А вот это можете, конечно, но это уже академические варианты, когда вы прочтете вот ток. Там тоже, видите, вот эта вот линия носика есть. Так же как на той фотографии. Просто здесь более темные, теневые. Здесь менее темные. Но схема ровно та же. Это совсем классика. Это уже современные прочтение этой формулы. Ну, просто фон повлиял. Там же очень контрастный фон классика. Темный фон, Уложился и темный. Ну, почему классный был? Ну, вот это, конечно, у меня много раз писали. Часто с таким успехом такое удовлетворение получает. Еще и свои черты можно там в одной уже-таки полнее, в другой менее полный. и прекрасная портретка складывается. То есть даже автопортреты задают. Там у нее волосы светленькие, задали светленькие волосы. А другая брюнетка совсем задали. То есть вот это вот у нас писано. Ну, вот опять же та же формула, только чуть-чуть больше разворот головой, но еще раз покажу. Ну, в другую сторону, но форма та же. То есть когда выучили вот это, когда перед вами другая чуть-чуть освященная, скажем, это писал с натуры. Он там сильно не выставлял освящению, что видел, то я писал. но осветил, так сказать, классический. Для вас вот такого рода живопись, где лица немного. Ну, опять же, в ходе того, что шариковые авторучки можно подобные. руки сложнее писать, чем лицо. Руки — это второй портрет. Прячьте руки куда-нибудь. Поэтому и руки под стол. Будет шляпа. Руки можно очень вкусненько давать пальчиком, прямо кремом краски, делать очень пластичные, красивые пальчики, буквально пальцем руки на холсте. Сейчас мы пощупаем. вот человек, допустим, писал, писал, писал портрет, писал, смотрите, взял, заляпал красивыми цветами и уже то. Правда? И бесит их рук. Инпрессионистов, кстати. А вот, посмотрите, какая прелесть. Световое пятно, оно своей активностью сразу нас привлекает наше внимание. Плюс немножко агрессивного в районе лица, ну, как бы такого напряжения, чтобы мы обратили внимание на что-нибудь хоть кроме пятна. Ну, такой просто розовый, просто агрессивный вот эти вот пятны и красота. То есть, это наше, это для нас с вами. То есть, для новичков людей. Вот такие романтические идеи тоже для нас с вами. То есть, все приблизительно, романтично, мутненько. Это то, с чем мы можем справиться. То есть, достаточно просто несколько раз сделать портрет, и мы начинаем видеть, как длина носа относится к глазам, вообще к лицу, как губки расположены. То есть, конечно, одежда сразу с чувством пропорции, которые моментально берут черты лица, у них соразмерности все работают, хотя они никогда толком не рисовали. Ну, с хорошим чувством. но часто пропорции очень быстро может прийти, если человек внимательно взялся за дело. Вот такие вот упрощенные схемы. Это наши схемы. Это то, что мы можем писать прямо сегодня. Прямо сегодня каждый может вот такое накалятое. И это очень, это достаточно известный художник, очень много красивых работ. Ну, что здесь вообще все на поступке, на жесте. но ключи к этому решению очень простые. Это очень просто пишется. И вот на уроках мы часто это делаем, какие-то такие мотивы, и люди справляются и радуются. Ну, так примерно показалось. Значит, есть тема романтического портрета, где нет конкретных черт лица, которые для вас вполне доступны. То есть, поменьше делают портрет. Причем, это же не значит, что, а кому нужен просто портрет. Я сейчас сначала расскажу, вот поскольку я тут говорил о том, что можно фотографию бросить на холл печати в этом студиях, в Коша-студиях, то у меня был и не один уже такой случай. В данном случае у меня был ученик, генерал. Как-то ему заказали друзья-генералы портреты. Ну, он вышел на пенсию, на расставку-то и вовсю стал писать. У него, кстати, прекрасно продаются картины. Он с выставками лезет по заграницам. Ну, как-то ему заказали портрет, не один. И он в панике, а он в другом городе, он в Хатькорье. И он в панике такой, говорит, что мне делать, у меня же нужна твоя помощь. Я говорю, ну, давай, приезжай. Он говорит, ну, я сейчас не могу, у меня одно писать, мне нужно срочно написать. Я говорю, тогда у меня дистанционный режим, я стал управлять процессом. Говорю, значит, закажи подрамник такого-то размера, ну, не с кем там фотографии, с которых нужно было написать портреты. Я говорю, брось на холст вот этот фотопечатель в салоне. Брось это изображение, он сходил, сделал. Теперь, говорю, покрой лаком. Есть акриловые лаки, в том числе вот лаки, такие вкусненькие лаки, для яхт можно просто акриловым. Покрой акриловым лаком то, что тебе бросили на холст. Почему? Для того, чтобы у них тот холст, на который они бросают изображение, он сильно тянет в себя вещество, краски, то есть пигмент. В итоге масло даже втягивает, не столько пигмент, масло втягивает, становится сухое, ты как пудрой начинаешь писать. Если вы сталкиваетесь с этим, то, знаете, он прокрыл грунтовать не нужно получать, тогда полак уйдет. То есть лак дал грунтованный слой, прозрачный совершенно, высох тут же за 20 минут. И он наполняя красочкой, а мы с ним уже работали, поэтому какой-то опыт в наполнении краской, получились идеальные портреты. Он мне потом их показывал, ну просто идеальные портреты. То есть его достаточно наивное отношение к живописи сделало эти портреты безупречные. Безупречные в смысле эмоционально интересные, живыми такими. Хотя это был совершенно неопытный портретист. Мы портреты с ним долго не рисовали. Ну так что-то где-то портретное чуть-чуть там мигало лицо. А тут он высказался как портретист, внятный и убедительный. Это раз. Вот тут замечательно спросили по поводу анатомии. Нужно ли знать анатомию лица, чтобы... Ну есть как бы анатомия глубокомысленная для каких-то... Для того, чтобы писать портреты а-ля Кровской, а-ля Репин, а-ля Серов. Вот. Но есть поверхностная анатомия, которая, во-первых, видна, во-вторых, ну, конечно, приблизительное знание анатомии желательно. Знать, что нос не только какой-то хрящик, но и кость, и что она расположена вот, знаете, где эта кость, видели на черепе. То есть немножко вспоминать череп нужно о том, что глазная впадина это впадина. Это не что-то другое, что это целая впадина. И она вся немножко в тени. Она вся немножечко как очки. Вот. Это тоже желательно помнить, знать, знать, что есть надгробная дуга. Вот. Ну, может быть, немножко желательно знать про скулу, про вот эти две мышцы, которые на лице. Ну, чуть-чуть, наверное, стоит знать. Но, опять, очень поверхностно. Размер черепа, иногда, черепа не докладывал. Рисует человек, кто увлекся лицом, что о черепе забыл, и череп остался как бы, знаете, без затылка. Или, наоборот, слишком сдул. То есть, примерно, какое-то ощущение черепа должно быть. Вот. Можно набрать для себя вот этот череп и держать его при себе картинку с черепом, но, чтобы хоть немножко, а, это ясно, и, может быть, с мышцами. Ну, так, приблизительно. Есть люди, которые очень хорошо чувствуют анатомию. Просто чувствуют анатомию. Да-да-да, вот здесь у него вот эта вот мышь. Как-то. Вот так. Для вас это не принципиально должно быть. А еще один момент очень важный. Вот многие приходят в студии и, когда занимаются по академической формуле, сталкиваются с тем, что Ир ставит, естественно, задачу работать кистью. То есть, то, как и прилично. То есть, кисть, это, конечно, есть такой момент. Живопись это рисунок цветов. Вот. Это как бы знание о живописи для художников, для ремесленного просвещения это рисунок цветов. И аналог карандаша в рисунке это кисть. И за эти 12 лет наши главные конкуренты поднатолели именно кисти. Ну, профессиональные художники. Вот. Возьмите мастихин. Поднатолите мастихин. Да. А мы обхитрим. Они настолько привыкли к кисти, что часто с трудом пользуются другими материалами. А есть замечательные такие инструменты, другие инструменты, а есть такие замечательные инструменты, триалка, мастихин и даже палец. Причем часто обыгрывают кисть, ну, мастихин вообще может обыграть кисть, в два счета. Это бывает просто как в поддавке. Мастихин может, кисть не может. Даже у профессионалов. И мы видим, что вот сейчас профессиональная живопись, как те художники, которые выходят в пользу мастихина, в пользу эмоциональной живописи, экстрессивной живописи, они обыгрывают своих конкурентов, которые работают кистью. У тех она скучновато, у этих яркая, убедительная, выразительная. Особенно на фоне того, что фотоаппарат заменяет умение рисовать в полной мере. Хочешь точное изображение, пожалуйста. Хочешь эмоциональное изображение, эмоциональное прочтение, художнику за эмоциональное. А мы от этих штугей, от этих штугеров, мы художники, часто становимся унылыми, унылыми, чего я вам не желаю. У вас как раз есть возможность этот угол срезать и вообще на этом поле не пастись вообще. Вот. И мы сейчас с вами вот, значит, когда речь идёт, допустим, о выучивании, о прочтении, копирование мастеров самый быстрый путь к ремесленному успеху. То есть, чтобы ремесленный навык приобрести, лучше всего копировали. Сделали копию, потом сделали аналогию, ну, скажем, взяли фотографию вот с таким же освещением, сделали аналогию с фотографией, а потом ещё по памяти попытались сделать эту же. Вот. А по памяти это вообще не смотрели? Да, не смотрели. Выучить. Как стишок. Не, ну, подглядывать там, может быть, допустим, пописала, пила три часика, пошла, попила, поняла, прогулялась, потом подглядела. Ну, и пошла ещё. Ну, что пока выучите его? Ну, наверное. Писать, потом помнить сделать. Ну, вы столько запомните, что же. все нормальные люди видели вот такое отношение к листу. Вот такое отношение к листу. правда? Очень знакомо. Во всех книгах прут в руке этого добра. Но это для того, чтобы научить медведя рисовать, ему нужно хоть немножко, чтобы он гниг, что-то. Иногда ребёнок это тоже медведь, потому что ребёнок ещё в такой прострации живёт, его внимание так трудно сосредоточить. Поэтому пусть у него немножко отложится часть этого знания, вот с таким, что нос это вот такие плоскости и так далее, и так далее. Какие-то разбития на какие-то плоскости. взрослому человеку делать здесь нечего. А особенно человеку, который планирует работать в портрете. Потому что если планируешь работать в портрете и начинаешь с этого, лучше не процесс портрета. Значит, смотрите, у нас всегда есть проблема планового пятна. Иногда даже очень серьёзная проблема. Фоновое пятно должно быть живеньким, а не просто выкрашенным. Вот если мы делаем, допустим, копию, мы видим темно. Но когда-то оно не было таким тёмным, где-то было чуть светлее, а может быть и было так же темно, а в другом случае не было так темно, где-то в фоновом пятно могли золотистости быть и прочее. Но в любом случае фоновое пятно нужно тоже уметь набрать вкусно, интересно набрать. И для этого тоже есть интересные приёмы, особенно в наше время. Если раньше только кистью, только великатно, только штриховательно, культурненько всё это было, очень культурненько. Но к этой культуре так просто не придёшь, почему-то. поэтому я хочу предложить более простой и весёлый способ набрать пановое пятно. То есть метнуть жидкости наших разбавителей. Метнуть жидкости на пол. Может быть сразу чуть-чуть метнуть белил. Белилы как выдают некое вещество краски, сразу задают вещество краски, которое можно в эту сляхоть уже можно что-то вгонять. Так оно очень сухо всё. Белилы у нас практически всегда нужны масляные жидкости. Поэтому можно кинуть жидкости, кинуть белил. Создать хоть немножко вот этой сляхоти краски, которую потом быстрее и веселее угонять вгонять цветы. Вы видите, достаточно мокрая сляхотная среда. Я это слово сляхоть ещё раз употребляю, потому что несколько раз мы пояснили, чтобы было понятно, что это по фактуре. По фактуре это пока сляхоть. Есть две основных цвета у нас. Ну я сейчас по цветам не буду особенно рассказывать, потому что есть где-то другие семинары. у нас есть три основных цвета фундаментальных цвета. Розовые, жёлтые, голубые. То есть это самый главный набор в живописи. То есть собственно из этих цветов практически всё и состоит. Ну рекомендую прибавить на палитру к этому розовый, жёлтый, голубой, прибавить ещё коричневый. потому что без коричневого бывает трудновато. Вот мы сейчас просто избавимся от белого холста, создавая фоновое петло. Вот такую даже разноцветицу можно набросать на холст. Просто разноцветицу. холста, В vicом А потом, например, взять мастихин и эту разноцветку превратить вот в такую мутненькость. То есть краска достаточно слякутная на толстке. Получается такой эффект акварельной заимочки. Я думаю, вы, если когда-нибудь рассматривали акварель, вы встречали вот такую идею пятен. То есть он не выглядит выкрашенным, он богат по цвету. То есть это не крашенное что-то, это некое пространство, мятое пространство, в котором можно уже что-то было бы угадывать. Вместо вот этих вот линий, которые мы сделали изначально, мы сейчас пользуемся мастихином для того, чтобы нанести рисунок. Вы видите, как легко стирается любая шкряблка. И это очень удобно. То есть вот карандаш, вот стерка. Это очень удобно. Мало того, вы уже среду обитания этой голове задали. Вот эти холода теперь будут, хочешь не хочешь, участвовать в лице. Потому что если мы возьмем и раскрасим отдельно фон и отдельно лицо, холодные рефлексы, которыми наполнено лицо, не смогут так легко и естественно попасть на изображаемое лицо. А так мы вынудили это лицо иметь вот эти холодные рефлексы. И у нас светлое лично. У нас линия подбородка. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы обозначить линию подбородка. Не обязательно делать вот этот овал, а потом и пришлое. Вы видите, я не сам у нас прием работаю, а как бы лезвием. Даже будущие волосики можно слегка намедить. Чтобы еще прежде, чем я буду набрасывать нужную краску, чтобы уже что-то для себя видеть. Как голова в пространство села. Как вообще легкие намеки на рисунок. Даже этих намеков достаточно, чтобы что-то уже видеть. И вы видите, что намек на голову с прической уже есть. Можно подбросить, допустим, коричневый с красным. Лучше коричневый с красным, чем с чистым коричневым. То есть идем больше через красноту, высветляем желтотой. И отдаем намечек на шапку волосу. Казалось, мы сейчас делаем копию академической задачи. Академической картинки. Но пользуемся при этом инструментом неакадемического тока. Тоже я не делаю слишком черно. То есть достаточно прозрачная тональность вот этого коричневого. Тоже, если хочется более гладкой живописи, можно снять. То есть немножко кинули, немножко сняли краску. Или наоборот, даже где-то чуть-чуть усилить. Вот шпатлевать, может быть, даже красочкой. Создать вот эти вот выкрутасы. Я покажу еще раз, что нарисуем. Вот эти выкрутасы немножко посоздавать. Потом можно подойти, например, таким способом. При убране лишнего вещества краски с шеи и с головы. Представьте себе, что у вас был там предварительный рисунок. Вы уже на это пойти не сможете. Вы вынуждены будете раскрашивать всю дорогу то, что вы нарисовали. Ну как жалко. Вы же строили, строили эти черпелеца. Но опять же исходим из того, что есть вещи очевидные и совсем необязательно чувствовать себя медведем перед холстом. Медведем, который тоже может научиться рисовать. Не чувствовать себя это медведем. Можно взять, например, тряпку. Правильно, небольшую часть этой тряпки взять. Сделать некоторую такую тампониску, ну фирушку возьмем соло. Взять пилицы. Розовельцы, желтельцы. И тональность лица чуть-чуть бросить тряпкой. Это именно розовый цвет, да? Нет, это розовый, желтый и белилок. Сейчас, пока я его там укладываю, он подмешивает в себя вот эту зеленцу. На глистку. Коричневый где-то сбоку припеку, который подхватывает. Что меня очень устраивает, то есть у меня появляется холода. Холодные оттеночки в этом будущем оранжеватом личике. Обратите внимание, как легко производится набор краски тряпкой. Мало того, тряпка не забрасывает на холд слишком много краски. Что очень важно, поскольку нам предстоит уточнять рисунок. И если краски будет много, будет очень трудно уточнять этот рисунок. Тогда краски разумное число. Это можно осязать, подойти потом. Что такое разумное количество краски на холсте. И имейте ввиду. Теперь мы видим теневые на этом лице. То есть некое световое озеро. Озеро света мы дали. Теперь мы увидим теневые. Берем для этого не коричневый, чернявый цвет. А берем коричневый с краснотой. И желательно даже немного с желтотой. То есть некоторый янтарненький цвет берем для теневых. И до самого последнего момента стараемся эту янтарность теневых темностей. Каркаса темного на лице удерживать. Не уходить в чернявость. Будет очень невкусно, если она будет чернить. Это как сангина получается, да? Цвет. Ну да, да, да. Ну чуть разнообразнее. Чуть сангина. Допустим. Глазная впадина. Одна. Глазная впадина. Другая. Тенечка под носиком. Губочки, как некое темненькое пятнышко, для начала можно поставить. Общел. Мера краски сохраняется такой, что с ней еще можно работать. Можно добавлять краску, а можно убавлять, промакивая. Промакивая. Для моделирования сейчас все очень приспособлено. Все очень удобно. Вот я беру вот здесь немножко краску. Подбегаю, допустим, глазную. Вот эту темноту глазными пальмами. Беру вот здесь цвет логика. И прогоняю волосики туда. Палец очень удобно это делает. Кисть сразу, в вашем случае, кисть сразу даст лишнюю краску. И вы будете с ней бороться и умножить за насмерть. Чаще насмерть. Портреты. Нагнетают, допустим, вот этот цвет лица, который я чуть-чуть замешал. Ну, это приблизительный. То есть в жирописе масла мы идем от темного к светлому. То есть мы дали сначала некую приблизительную светлость. Не в полную силу света, а даем как бы даже такой полутон. То есть слегка темнявенький свет. Ну вот, прогнали фоновое пятно, фоновую зелень. Нарезали туда тональность лица. По возможности, как можно дольше, пока еще позволяет ресурс пальцев, работаем пальцем. Вы видите, я начал не с рыбки глаза, да? Угу. Обычно что делаем? Рыбку глаза? Да. Я начал с креветок зрачков. Они уже оттуда смотрят? Да. Немножко смотрят. То есть гоняя их туда или туда, я могу еще более выразительными сделать идею взгляда. То есть оно и в этом положении, и в таком состоянии видно направление взгляда. Причем зрачки, если вы рисуете глаза голубые, это не значит, что вы сейчас голубые взяли туда. Ни в коем случае. Пока держимся вот этих янтарностей. Легенький намечечек на бровочку. Может быть, легенький намечечек. Пока мы держимся мутности, пока мы не дали жесткого рисунка, мы еще в порядке. Как только жесткий рисунок появится, особенно если он будет не точен, начнется ломка. Как у наркомана? Будем гонять рисунок, поправлять. И вы видите, они застревают где-то на каком-то одном виточке. Я работаю сразу с целым лежалом. Никакого начинания с глаза, или с ротика, или с носика. Сразу работаем со всем лицом. То есть овал лица, волосы кинули, и начинаем чуть-чуть уточнять. Часто в классической живописи тень под нижней губой нарочито темна. Хотя в природе так выразительно это может не быть. Но это академический трюк. В данном случае он не сильно выражен, но мог бы быть выражен сильно. По закону выражен сильно. Что вы ее записываете? Для чего это объем? Объем. Это работа радио. Вот теневая. Вот. Вот. Губы как бы нависают над вот этой ямочкой. Вот эту ямочку мы обозначаем. Хотя она не всегда так сильно выражена. Но лучше. Пусть будет пока выражено. Пока я делаю мутный рисунок, мне очень трудно всерьез ошибиться. Но рано или поздно приходит время рисовать уже более точно. Пока тоже коричневый, красный, желтый. Янтарненькость, темного каркаса. Допустим, ноздричка. Крылышко носа. Вот это линии коноса. Вы видите, эту линию я пока очень активно не делал. Но придется все-таки немножечко ее обозначить. И вот я, допустим, ее обозначил. Я ее сразу же постараюсь смягчить, чтобы она своей жесткостью не напрягала весь рисунок. Сразу чуть-чуть смягчает. И здесь чуть-чуть смягчает. И здесь. То есть пока мы держимся вот этих мягкостей, все может быть благополучно. Как только у нас где-то очень жесткий рисунок появится, начнутся проблемы. Очень жесткий рисунок мог бы выглядеть так. Часто мы не знаем, что такое нос. Ну скажем, вот у нас светлость носа. Часто ноздря у нас уперлась прямо в свет. Чего быть не может. Нос – это вот такая площадка. Не вот такая, а вот такая, скошенная. И вот эта скошенная часть до крыла носа, она, как правило, не так освещена. Вот свет оттуда. Вот эта площадка освещена. А вот это скользящий свет. А здесь и вовсе теневая. Вот здесь. И здесь темность в дырочке. Очень многие делают эту ошибку. Здесь находится вот эта площадка. Вот этот скос. Поэтому пока здесь нет вот этой площадочки тенистой, не может появиться ноздря. Она в рамках вот этой теневой. Тогда все в порядке. Губки – это два червячка. Один чуть темнее, другой чуть светлее. Часто хочется сразу дать силуэт губ. Губы – очень товарная штука. Поэтому дайте сначала силуэт. Не силуэт, а червячок одной губы. Вопрос только в размерах. Чуть больше, чуть меньше. Силуэт одной губочки. Чуть светлее силуэт другой губочки. И пальчикам можно все это тоже держать в неком тихом состоянии. А вот щель между губами, и на классических портретах вы всегда это увидите. Щель между губами выражена темнотой. Не вот эта линия и вот эта выражена темнотой. Часто уголочек очень активен в своей темности. Чуть-чуть может быть. У одних длинное вот это место, у других положено. Чуть-чуть может быть обозначен. Ну скажем, вырисовывая какой-то конкретный, портретный. Глазки у нас тоже берем. Красно-коричневое состояние цвета. Янтарное состояние. Облокачиваемся где-нибудь в таких местах, которые не опасны, которые мы потом легко восстановим. То есть щека у нас пока как плацдар для работы. Первняя века часто состоит из двух линий. То есть пока в рабочем порядке из двух линий. Причем не жестких, вы видите, а комутноватых. И опять же, если возможно, легкое сбитие рисунка, чтобы сохранить мягкость. В этой мягкости еще можно что-то указывать. Если вы что-то жесткое поставили, то образ приобретает слишком внятные черты. Чего до времени лучше не делать. Вот так тянем портрет от мягкого состояния. От приблизительного состояния. То же самое совершим с этим глазом. И тоже постараемся ощущать смысл. Это классическая идея теневой подносом. При этом радость и преосвещенность. очень художники здорово наши предки придумали. И причем она, видите, она не черная. Она как бы недотемная. Вот это место темнее, вот это место темнее. И ноздря, и линия носа вот сюда несколько темнее, чем она. Видя все время, участвуют, успокаивают жесткость рисунка, жесткость линии. Очень распространенная ошибка, когда белки делают цвета голубого. Вот прямо. Они же разбил голубого. Так смотришь на голову? Ну да, разбил голубого. Все. Размешал голубой. И сделал пометочку. Получается дурной глаз какой-то. Вот он дикий становится. А если мы берем вот эту грязь. Вот это может даже отсюда можно взять грязцу. Смешать ее вот с тем, что мы использовали здесь. То есть белок, он тоже часть, некая часть вот этого светового облака. И прежде чем мы положим туда что-то более внятное, положим что-то тихое. которое тоже уже и взгляд направит, уже видно куда смотрит этот взгляд. И при этом не нарушит некоторый покой, которого мы держимся. Очень часто вырисовывая бровь, человек так увлекается рисунком брови, чтобы бровь превращается чуть ли не в ломанный гвоздь. Гнутый такой, гнутый гвоздь. Сделайте вначале. Дайте человеку, сделайте приятный человек. Дайте ему такое крылообразное. Крылообразную бровь. Это красиво. Потом уже в рамках этого чуть-чуть ее искривите. Не рисуйте, говорите. Потом уже чуть-чуть видели, что там некоторый изломчик. Чуть-чуть показали. Очень любят люди, не опытные портретисты, даже среди, скажем, пейзажисту заказали портрет. Он взялся, потому что это заказ, это деньги. Он видит, как и все мы видим, какую-то сладость. И он ее, конечно же, темно дает. Есть и другой путь. Если мы хотим сделать красивый, приятный портрет, а портрет должен быть комплиментарен по принципу, что честнее сказать человеку всю правду? Ну вот высказать все, что ты о нем плохое думаешь, да? Высказать правду о человеке. Ну что он злой, завистливый и прочее. Вроде бы, вроде как правда, потому что, в принципе, все мы. Можно так сказать. А если сказать, что какой вы симпатичный человек, да? Вот это как раз на самом деле правда о человеке. И портрет должен быть комплиментарен. Если он чернит человека, то, конечно… Ну, иногда мы черним портретом образ для того, чтобы показать эмоцию какую-то, страсть, дикость. Если мы рисуем портрет некого знакомого, то, конечно, лучше, чтобы он был комплиментарен. Потому что правда о человеке как раз в его хороших свойствах, а не в других. Можно, когда вот такие-то уже… А, ну про белки я закончил. Хотя мы точку белка еще не можем поставить. Но я чуть-чуть продолжу вот в этом ключе. Потом, чуть-чуть усветляя не периферию, не все вот это, не весь этот треугольник, а сюда, ближе к выпуклому месту. Это же более выпуклое место, оно более выдается вот из этой ямки глазной патины. Вот сюда добавляя светик, может быть, тоже ближе к зрачку, который тоже в это место более выпуклое, чуть-чуть добавляя светик. И в данном случае блетечечек делает глазик немножко мокреньким, жиреньким от этого. Вот как бы потихонечку вот так высветляем белок, чтобы он не сразу крикнул. Ну это же дикость, правда? Ну как правило, так мы и делаем. То есть от этого бережемся, бережемся, удерживаем тишину, вот эту тишину тональности. Тихонько-тихонько выходим из этого состояния, то есть наращивая свет. Ну вот опять можно вернуться. Вы видите, без кисти совсем невозможно, кисть много что пригодилась. Хотя до поры, значит, тело имеет кровь и оно как бы краснит, но световые партии, то есть озеро Света, ну вот освещенность, она, как правило, желтит. Потому что свет желтит. И вот эти световые места, вообще свет, который падает на тельце, мы начинаем набирать через то же самое в пользу желтого. И не берем. То есть мы продолжаем этот же замес. Только теперь чуть больше желтого и чуть больше белый. И везде, где у нас намного светлее, добавляем. Опять же, палец очень хорошо распределяет красочку на толсте. Нерв задает. Можно и промотнуть лишнюю краску. То есть если перегрузил, прям присобрать. Ну, женщины со своим лицом умеют работать, им вообще здесь все должно быть понятно и удобно. То есть это мы делаем для того, чтобы свою неопытность, ну и вообще это, на самом деле, вот этот ход мысли академичен. То есть когда мы постепенно вытягиваем из полумрака свет и черты. Есть еще один важный момент. Желательно, чтобы укладка краски, некий штрих, которым мы пользуемся, шел, имел как бы некий ритм. Особенно вот, допустим, это внятно на цилиндре шеи. Цилиндр нарочита штрихуется по форме, чтобы показать его округлость. Так же и шея, так же и вообще все лицо, это шар, но немножко и цилиндр. Поэтому некий ритм штриха пусть будет. Ну, опять же, вариантов исполнения портрета может быть много. В данном случае мы говорим о таком академическом, прочтении, прочтении академического портрета. И умение, умное пользование веществом краски. Очень часто человек совершает вот эту ошибку. Ну, пишущий, не опытный художник, совершает вот эту ошибку. Кладет сюда равное вот этому по освященности. Оно не равно. Вот почему. Вот у нас лоб. Вот у нас глазная падина щека. Это в профиль. Здесь нос. Вот глазное яблоко. Потом туда внутрь черепа уходит, да? Вот верхнее веко. Вот нижнее веко. Вот эта площадка подвержена притемненности вот этой надбродной дуги. То есть она своей теневой частью, ведь она ушла в тень источник света отсюда снова. И вот этот теневой надбродный обязательно чуть-чуть притемняет вот эту площадочку. Вот эту площадочку. Поэтому равным ничему не притемненному месту, ничему не притемненному, она не может быть. А обычно она еще пигментно немножко темнеет. Поэтому вот это место, вот видите тональность, темнее. Но вот эта тональность здесь будет уместна. Но она не равна вот этой. Эта ошибка очень частая. Очень частая. Там еще у нас слезнячок есть? Ну да. Слегка краснит. Туда уходит вот это вот линия глаза. А дальше свет делает на форме некоторых первых. Вот здесь чаще светло. Вот на этой площадочке светло. Обогнуло вот этот вот слезнячок. И пошел свет вот по этой. Вот по этой поверхности. Нигде попало что-то там светлое. А вот по этой площадочке нижнего века. Нижнего века от того, что оно не имеет длинных ресниц. У нее коротенькие ресницы, в отличие от этих длинных. И от того, что оно более светлой историей находится, не так темно выражено. То есть не равны вот эти теневые и вот это. Ну и соответственно вот этот светик идет вот по этой площадочке. У кого меньше, у кого больше выражены волосики вот здесь. Действительно чуть-чуть. Чуть-чуть эти волосики. Есть. Самое активное место темного находится вот здесь. В силу того, что самые длинные ресницы здесь и темненький зрачок. Часто визуально выглядит это так. То есть вместе они не черного, они все еще коричневый с красным. Просто все меньше белил, все меньше желтил, все больше черного. И черного вообще не видите. А если светлые глаза? Вот сейчас мы доберемся до светлого. Даже светлые глаза, как правило, все-таки имеют некоторую темность по отношению к белкам. Эта темность должна быть хоть как-то выражена. Поэтому сначала идем через коричневый. А вот сейчас мы, допустим, имеем какой-нибудь бутылочный. Или серенький цвет глаз. Мы кладем этот серенький на коричневый. И у нас глаз сохраняет единство, зрачок, единство со всем остальным глазом. Но при этом становится нужного цвета. Будь то серенького. И с фоном хорошо гармонирует? Вот. Он дал вам часть этого целого. И представьте себе. Я могу положить, чтобы вы увидели, как дико будет звучать. Можно усилить вот эту светлость. Можно рефлексик усилить против блика обычно на крупных поверхностях. Рефлексик. Если бы освещенность была с этой стороны, то рефлексик был бы здесь, а блик здесь. На вспышках очень часто блик находится вот здесь в центре. Никогда так не делайте. На фотографиях со вспышкой блик находится в самом центре. Никогда не делайте его вот здесь в центре. Всегда смещайте чуть выше, поскольку мы разумеваем, что источник света все-таки сверху. Обычно все-таки сверху. Поэтому вот этот источник света, он на верхнюю часть вот этой выпуклости зрачка попадает. Вот сюда же. А сделай как с ошибкой. Как плохо, да? Да, там лучше запомниться. Ну вот представьте себе блик. Не, я имею в виду, что еще с голубыми глазами, с дикостью. Ты знаешь, люди, как правило, когда делают самостоятельную работу, они именно так и делают. Поэтому они сразу вспомнят. Главное, когда у них будет эта пометка, они как-то немножко в рамке идут. В горе. Ну это просто сейчас взять минуты, потом бороться с собой. Проблема. Вроде бы вещи не хитрые, но, как показывает практика, проблема серьезнейшая. Люди вообще не читают черты лица. Несмотря на то, что женщины целыми днями рассматривают свое лицо, они не помнят элементарных вещей. Но это не выплю, это просто о невнимании не художников к тому, что они видят. Бровочка очень любит быть выраженной и, как правило, так и есть именно в этом месте. Часто неопытный художник рисует чернющую линию вдоль всего. И в итоге это еще и заканчивается так же черно вдоль всего. Нет. Здесь все уже потише. А самое активное и самое заросшее место у крови вот здесь. Ну и спасибо. Ну кто где там отращивает. Рано или поздно, конечно, и до лица придется добраться кистью. И продолжить высветлять уже кистью. Рекомендую пользоваться лежачей на холсте кистью. Спокойненько, без попытки мгновенно все решить. То есть иногда берем ее как шариковую ручку, но чаще, чаще, расштриховываем, распределяем красочкой. Вы видите, тем, что я немножечко доложил Светика, начала появляться вот эта складочка. Но она при этом не агрессивна и не делает лицо старым, грубым или все-таки. Чем больше я буду высветлять вокруг, а мы же идем на высветление, тем больше я буду высветлять, тем больше будет проявляться вот эта складочка. Тоже большая проблема даже для опытных художников. Слишком ее рано хотят выразить. И как правило делают утемнение, помните я сделал чернявую линию, которая потом мешает приятности лица. Иногда даже эту можно еще раз слабым нажатием сбить. И там только маленький на мелко. Лицо получается такое прозрачное, как ягодка. По идее можно же было бы вот так, да? Нос это тоже цилиндр. Поэтому вот так. То есть метнуть красочку можно так, но потом совершить вот это. Вот такое молочное состояние. Вот даже вот это вот место можно периодически сбивать его напряжением. Очень многие делают ошибку, когда вот этот свет в ту же меру попадает сюда. Там уже властвуют теневые. Поэтому все, что здесь, тише, чем здесь. Да, чуть-чуть коричневатее. Но главное, чтобы темнее. Меру этого цвета какого именно? Должен быть там цвет, конечно, уже померят. Вот смотрение. Что туда уместнее? Коричневинка или розовинка? Еще одна мощнейшая ошибка, которую запускают неопытные. Это делание вот этой линии очень жесткой. Ни в коем случае не надо ее делать жесткой. То есть она закругляется туда. И фактически ее не должно быть, почти не должно быть видно. Тогда вот даже такой полутон между этим светиком и этой теневой как бы полутон. Форма окончательно закруглилась. Если здесь сделать жестко, сразу лицо выворачивается как у камбовой. Тоже самое и жесткость линии вот здесь. Должна быть плавнее, потому что форма тоже закруглилась и ушла под шею. Чуть-чуть можно подсветить вот этим местом. Еще круглее и выпуклее стала глазная белок. А где-то какой-то намек на темность, как правило, есть у этого места. Очень часто губы никак не могут повернуть в три четверти. Очень часто происходит следующее. Люди делают вот так. То есть нос смотрит туда, а губы сюда. С этим бороться почти невозможно. Ну, выворачивает и все. Вот симметрично может, несимметрично не может. Сейчас делают так губки на шоу-мероприятиях, когда в обе стороны. Вот. Звучит, ну, симпатично звучит, конечно. Но в портрете это, конечно, нет. Ну, надо себя заставить. Просто заставить себя. Делать действие более длиннее, а ту часть более короткое. Правда? Ну, просто заставить. Не видят, даже не видят, что они завернули. Причем у человека есть такое свойство. Он рисует, он мысленно уже завернул. Он уже завернул туда эти губы. Но мы-то не завернули, мы с первого взгляда смотрим. Для этого очень полезно, скажем, периодически брать лицо, там, допустим, зеркало, и посмотрел. Ага, губы завернулись. Или там глаз уехал. Или направление, или глаза разъезжаются. То есть хорошо видно рисунок, так мы его уже мысленно дорисовали. Мы вот смотрим, уже так уже посмотрелись на него. Мысленно дорисовали. Зеркало поворачиваешь, и все, у тебя свежий взгляд. И ты сразу видишь все основные ошибки. С глазами еще есть такая очень частая ошибка. Выглядит она примерно так. Обычно подходит к глазу так. Вот что-то такое. Хорошо, если они почти ровные. Относительно некой средней линии. Часто, как ни странно, я не знаю почему, неопытный взгляд. Нижняя века видит очень тушь куклы, а верхняя менее тушь куклы. Тоже мне эта загадка непонятна. Человек рисует-рисует. Рисует-рисует. И ты ему даже уже, допустим, поправил. Он пока уточнел, это проваливает, а это остается относительно средней линии. А это остается неактивной. Я не понимаю, в чем загадка, но помните, что очень часто это происходит с вами. Человеческий глаз относительно средней линии выглядит примерно вот так. Меньший прогиб снизу и смещен сюда, в эту часть. Больше выгиб вот здесь и смещено сюда. Это классический глаз. Нижняя века заходит подвижнее, получается, когда-то, если так. Нижняя, как вроде, езжает подвижнее. А, и верхняя века как бы здесь наезжает. Ну, нижняя. Ну, может быть. Да, да, да. Здесь наезжает, а здесь они просто в это колечко скрутились. Зрачок очень часто рисуют вот здесь. Неправда. Это только у безумного взгляда. Зрачок там. Вот здесь зачем? Прилип к верхнему веку. То есть стоит запомнить, что это касается верхнего века. Только вот безумный взгляд действительно. Иван Грозный убивает своего сына. Там вот зрачок аж вот здесь. Я имею в виду картину. Вот. Верхнего века. Еще одна ошибочка. Видят, что темное. Видят. Но очень любят серую подкладку. То есть коричневый разбил. В итоге серое место вот здесь. Вот эта темная. Вот эта складка. Она либо глаза подкрашена, либо вот такая вот. Грязнуха такая. То есть глаз грязненький. Поскольку там тоже тело. А, еще в ноздрях тоже. Это же проблема. Поскольку в ноздрях тело, а не черная дыра. То там краснит. И здесь тоже чуть-чуть краснит. Не берем коричневую в полную силу? Вот посмотрите. Сейчас разбил в полную силу коричневую. Смотрится как дырка в холсте. Правда? Мало того, она еще и зеленит. Чернота эта зеленит. То есть серость такой зеленит. И, конечно же, дырка в холсте. Иногда вот эта штучка выглядит дыркой в холсте. Ну, как будто мы шилом сделали дырку, и вот она светится. Если есть это ощущение, надо уменьшить тональность либо светлого, либо темного. То есть темный может быть в полную силу, но если он в контексте окружения выглядит дыркой в холсте, этого надо избежать. Так же, как и темность между губами. Бывает очень темно, а бывает не очень. Но уж, конечно же, не разрез в холсте. Хорошо? То есть вот некоторую меру соблюдать. Пусть все будет на чуть-чуть, на полтона. Ну вот я рекомендую подойти и ощупать пальцем, сколько здесь красного. Синий. Цвет лица. Синий. 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 И вы, фактически, вот, допустим. Синий. А здесь представим себе, что не разбавитель, а масло. То есть мы практически вот такую же консистенцию краски делаете на палитре и вносите сюда в эту сухость. И сразу же должны войти в палитру лица. То есть у вас... Не должно отличаться. Не вот такое. Не вот такое. По цвету совпадало. А чтобы оно совпадало по цвету. Вот видите, с первого зая зашел? Было. И то вот. Я вот сейчас уточняю. Вот близко. Еще, может быть, подлизнем красным. Еще ближе. Вот когда мы уже нашли, мы все наполнили. Наполнили личиками. Причем, в том числе, лифтеневых. Игорь, ну это, в принципе, связано с тем, что подсохшая краска немножко теряет цвет. Мы там неправильно не будем ощущать и связаны. Не потому что теряешь цвет. Нам нужно вещество краски связаться. Славно. Чтобы потом уточнять, усветлять, утемнять где надо. То есть нам по-сухому нужно снова вещество краски. Если мы продолжаем разрабатывать. Если мы не успели доделать портрет за первый сеанс. А все-таки с таким портретом, как правило, приходится возиться два-три, а то и четыре сеанса. То мы сначала должны войти в палитру. Дать вещество красочки тоненький слой. Вот что называется рисировочный слой. Пальчичком. Нашли, нашли, нашли. Нашли, нашли, нашли. Даже когда мы вот такую же тональность начнем загонять вот сюда. Допустим. Мы можем даже нахально все пятно наполнить вот этим тонким слоем краски. То есть оно станет немножко призрачным. То есть как бы вот таким станет. А потом прорисовывать. А потом опять прорисовывать. Но у нас есть вещество краски, с которым мы работаем. Потому что это просто по сухому, выгоняя по кусочкам там эти вот лоскутки какие-то краски, оно не будет одно в другое вписываться. Начнется жесткость письма. Игорь, а если мы уже глаз закончили и не идем туда? То есть нет смысла? Ну если мы глазиком довольны вполне, то конечно мы сюда подошли. А на сколько можно оставлять? Насколько дней максимально? Насколько угодно. На 25 лет. Насколько угодно. Иногда, вот мы допустим рисовали, рисовали. И мы видим, ну не то. Не похоже. А глаз уже замылился. Мы можем вот это не похоже опять превратить в болванку, которую нужно разрабатывать. В болваночку. Вот в такую. Где все есть, где по размерам все хорошо. Но по чертам лица никак. Потому что из этой муки будет легче искать лицо. То есть снова возвращаем в мутное состояние. Но уже что-то есть. Поэтому, когда оно высохло и мы немножко подложили краски, мы уже на что-то ориентируемся. Только уточняем. Теперь скажите, пожалуйста, с тобой разбавителем пользуетесь только в начале работы? Ну, в первом сеансе, в общем-то кроме разбавителя, ничего толком не нужно. А во втором сеансе можно задействовать не только масло. Можно задействовать тройник. Одну часть разбавителя или две части разбавителя. Одну часть лака и одну часть масла. Или разбавитель и масло. Либо масло для таких делегатных работ. У портрета еще есть одна вещь – это волосы. И мы, конечно, сейчас немножко с волосами пообщаемся, чтобы как-то вы комментирулись. Если найдут какие-то интересные волосики. Потому что, конечно, вот эти кутерявости – это долгая история. То есть это надо будет посидеть. Но схема будет та же, что и в данном случае. В данном случае освещенность практически та же, только наоборот. То есть на свет – это та же схема освещенности, меньше света. Но нас в данном случае заинтересовали волосы, чтобы быстренько показать идею укладки волос. Посмотрим на свет. Борозда краски дает идею множества волос. Сама борозда краски дает эту идею. Такое гладище, гладище состояние прикосновения к волосу. Гладище. Немножко держит кисть вдоль. И гладище. Любовное такое. Потом у волосиков есть более светлые, более темные места. Допустим, источник света. Все вы как-то знаете. Соответственно, вот на этой выпуклости слегка волосы светлее. За счет желтого? За счет желтого иногда серебрятся волосы. Даже очень часто. То есть, это может быть сиреневость. То есть, опять же, в тот же цвет можно вогнать сиреневость. Потому что волосы часто вот так вот лоснятся таким серебром. И вот густота красочки сама дает ощущение множества волос. Вы видите, да? Прямо такая укладочка вкусненькая. Здесь, допустим, волосики загнулись на ту сторону и дали вот такую бороздочку вдоль. Вдоль. Пробожили. Часто еще более бликует самый вот эта вот выпуклость с самой обращенным к свету. То есть, сначала целая. Ну, допустим, это вот это место. Сначала у нас ну, дуга волос. Свет падает отсюда. Сначала светло. Вот такое пространство. То есть, не все зима, а вот это светло. Вот оно. А потом еще бликует самый обращенный, самый выпуклый момент по отношению к этому свету. То есть, он еще больше бликует. И тоже можно вот этот еще больший брик. меру краски. Кисти стараемся соблюдать, чтобы укладочка была. Иногда из кисти можно вынуть краску, прямо вынуть. Взять только на кончик. То есть, такое их благородие. Краски. То есть, не ком краски помести сюда и удивляться, почему не получается. А такое. Выдержались. Макнули чуть-чуть. Из этого замесили. Испачкали чуть-чуть кисточку в этом замесе. И, опять же, вот этот гладящий. Гладящая укладочка. И укладка. Иногда приходится побороться с этим. Чтобы добиться. Но схема такая. Иногда можно дождаться, когда высохнет. То есть, вот мы первый сеанс уложили приблизительно. У нас везде вкусненько лежит краски. Где-то чуть темнее, где-то чуть светлее. И темноту введем. Вот если видно вам, что это именно с бороздой связано. То есть, кисть дает вот эту укладку. Ну, прямо очень видно множество волос. Вот. Здесь немножко уже разбито это. Может быть, стоит второй слой не укладывать, а вернуть вот эту первую идею освещенности. А блик потом тоненькой кисточкой по-сухому, совсем тоненький, и раздать молнику бликом, бликующих мест. Тоже часто забывают об этом и... А как пробор потом сделать вот этот? Мы его оставим каким-то цветом? Проборщичек, ну, вот подогнали туда цвет тела и мигнули там цветом тела уходящими, растворяющимися туда. То есть, светики подогнали, подогнали. То есть, понятно, что у нас здесь волосики. И вот там останется проборчик. Очень часто забывают о том... Ну, новичок часто забывает о том, что волосы вот, если легли, то... Теневую вот такого же характера. Чуть-чуть смуглее. То есть, вот практически везде, где волосы прошлись, они оставили... Отбросили легкую тень. Иногда волосы коснулись, допустим, щеки. И вот в этом месте меньше тень, потому что они прямо коснулись щеки. А здесь они уже отошли от щеки и отбросили большую тень. Это, конечно, очень хорошо видно всегда на натуре. Ну и сейчас, кто видит в пространстве, кто понимает, о чем речь, то имейте в виду, не забывайте про теневую вот эти волосы. Потому что иногда волосы кажутся париком или, ну, как бы, вырезанными. И, кажется, вырезанностью, то есть, если бы бумажку положить другого цвета, положить на написанный холст, это будет внятно вырезан край. То есть, вот это единство сохраняем, в том числе, с помощью этих тенечек. Игорь, скажите, пожалуйста, законовое отношение шеи к лицу. А шея чуть-чуть темнее? Всегда шеечка чуть-чуть темнее. Хотя шея не так подвержена загару, по идее она светлеет. Но поскольку подбородок затеняет ее, то вот эта теневая, она дает темность и вот всему этому месту. А приблизительно цвет как огонь не спаленный или же светлее? Ну, вообще, если так. Цвет шеи? Да. Цвет шеи подразумевает более холодный. То есть, вот эта вот белость шеи не загорелась. Она вот холодновато. То есть, добавление, оно это получается то же самое? Ну, вот опять же, из панового пятна добрали, и она у нас чуть-чуть холоднее. Ну, в данном случае, человек перебор сделал. Игорь, если пановое пятно у вас будет других цветов? Например, больше красный или голубой? Конечно, тогда и рефлексы будут больше красными. То есть, тогда именно на коже добавлять именно больше красноты, да? Она сама у нас останется. Мы же вынули из этого красного вот это облако, облако головы, шеечки. И оно хочешь не хочешь, там в любом случае появится эта краснота. Вот, ну. Причешим девочку. Тоже, видите, тряпочкой, тоже акварельные мотивы. А скажите, пожалуйста, после окончания написания лиц Саши, ну, вообще фигуры, мы добавляем к фону? Требуется иногда добавка? Если мы вкусненько его набрали в первый раз, то, конечно, его надо беречь. То есть, любой удачный момент нужно беречь в картине, приумножать его за счет соседей. А переписывать – очень дурное дело. То есть, пусть лучше он… Вот везде, где мы можем продемонстрировать легкость письма, легкость, что нам это легко досталось, надо обязательно это показывать. То есть, если у нас есть возможность мастихином где-то сделать красивый жест, сделать этот жест. Хотя можно было бы кистью деликатника вырезать. Нет. Вот здесь вот, допустим, кусок одежды можно жестом сделать. Черкануть, какую-то кляксу краски дать. Стоит дать. Ну, конечно, не в такой живописи, где все очень деликатно. Также и с фоновым пятном. Незачем переписывать. Вот эта вот идея переписывания, когда ты приходишь на второй сеанс в картине и начинаешь переписывать – очень дурная манера. Ею болеют очень много людей, с этим надо бороться в себе обязательно. Надо научиться дописывать, а не переписывать. И это буквально себя заставлять. Для того, чтобы это свершалось, чтобы не хотелось дописывать. Особенно для новичков. Вот проблема дописывания картины в следующих сеансах – это очень серьезная проблема. Поэтому рекомендую в первом сеансе делать максимум. Не застревать на вещах, которые нужно выписывать. То есть, вот, допустим, глаза нужно выписать, но если губки нужно выписать – не застревать на них. Максимум сделать всего – окружить лицо, то есть, несмотря на то, что и лицо набрать, но окружить лицо так, чтобы все осталось уже до последнего момента именно так. Потому что вы не умеете дописывать и не знаете причуд в дописываниях. Поэтому не сталкивайтесь с этой проблемой, обходите ее. Даже выпускники институтов часто не умеют дописывать картины. Сделать картину готовой – это большая проблема для многих. Даже для выпускников институтов у них знаний пруд пруди. Разными векторами можно прийти к одному и тому же результату, и они теряются, они начинают переписывать, переписывать, а до дописывания так и не доходит. А иногда даже просто не знают, как дописать вещь, как ее делать. Вот, кстати, на наших уроках – это один из главных пунктов, которых мы достигаем. Мы не учимся принципиально рисовать, мы учимся делать картину, делать готовый продукт. А учимся по дороге, нам еще довольно долго идти, мы по дороге подбираем уже знания такого рода, такого, такого. То есть научиться сделать картину, начать и закончить – большущая проблема. Ну, когда мы копируем, немножко легче, мы видим, куда двигаться. А когда мы делаем что-то самостоятельное, где нет внятного финала, то часто, конечно, мы начинаем буксовать. Но переделка картины категорически. Хорошо, мы фон сделали, но если где-то нам надо, как вот, что-то подчеркнуть более. Вот как в пионах, например, вы рисовали и рисовали более темный пион, и вы взяли свет, добавили с одной стороны по фону, и он еще больше вышел. То есть это можно, например, имеется то, это же не переписывание, если одно пятно где-то наоборот… Если ты уверен, что этим ты пятном добьешься, то, конечно, стоит его сделать. Вот, конечно, совсем себя в этом смысле обрезать не стоит. Но помнить прямо… Ну, где-то вот даже эти вещи надо записывать. Потому что мы, когда приходим к картине, начинаем гулять, сознание наше начинает. Мы там что-то увидели, там что-то увидели, где может уже все хорошо и не надо больше ничего. А мы все увидели и увидели. Игорь Негода, будьте так любезны. А можно вас попросить, ну-ка, буквально будем заканчивать, буквально три минуты схематично мастихином на том холсте набросать, ну просто вот, вот, человекскую голову, без вырисовки. Просто вот так мастихин, вот, руки взять и краской показать. Вот показать. Вот так. Я понял. Букраем схематично на две минуты. Я бы мог показать и две вот тех, тех картинок, вот, когда мастихином можно… Ну, давайте, сейчас я действительно покажу. Можно я на минутку? Не буду никого задавать, хотела объяснить. А, ну давай. Можно? Оттуда. Оттуда. Сейчас я откажу. Игорь, а вы бы сюда добавили какой-то блик, рефлекс большой, вы бы добавили сюда на плечо, да? Вот если бы на заканчиваем. Нет, ну сюда, конечно, цветики, ну все по схеме, то есть копируют. И гусинки, и вот эти вот вещи, все это можно, конечно, порисовать. То есть по тренироваться, те же гусинки, конечно, порисовать. А там более деятельности. Ой, а можно ее поставить, чтобы посмотреть, полосу. Значит, одно из, еще раз, кто еще, до кого еще вот не дошло, держимся вот этих мутностей. Такое облачко, такая недосказанность, держимся ее до последнего. Вот в чертах лица. Лучше пусть оно будет недопохоже. Это скорее тот человек, чем тот человек. Но это вы можете. Чем это вообще не тот человек. Да, чем это вообще не тот человек. Но это вы можете. А иногда вот дальше зайти вы не сможете. Но это же красиво. Так? И чего там? Да, мягкость сохранилась и даже не требуется дописывать. Поставьте жесткий рисунок, точнейший академический рисунок. Мастерам большого класса. Иногда это вкуснее. Чаще вкуснее. Чисто конкретное лицо, в общем-то, нужно только конкретному лицу. А здесь он, сколько из вас может узнать себя. Правда? Правда. Ну, действительно, вот прикольная задачка. Да, ну, хоть немножечко так, чисто сильно. Ага. Не задерживаясь. Ну, как всегда. Вообще стоит, стоит вот так вот поступать. Метнуть сначала. И чтобы плечо разударилось. Ну, чтобы как-то вот оно заработалось. Не стоит печально оберегать, сильно-сильно там. И уж тем более какие-то рисуночки. Ну, потом все это внутри можно рисовать. С тем же успехом. Ну, не краску, что нам жалко, да? Там, скажем, 3 доллара на краску. Сейчас больше жильести, потому что это все уже будет, да? Не, я просто, чтобы ускорить процесс. Чтобы динамика была, потому что так пока наберешь. То есть можно более мяско, более сухо набрать, 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 набрать. Ну, наша задача, чтобы это было весело, интересно. То есть первый слой, конечно, мы наберем, набрать достаточно тонкий, жидкий. Но он такой, чтобы, когда мы красочку будем укладывать, чтобы ей было во что входить. Чтоб ей не было вот так сухо. Сухо, чтоб ее вот так вот не было. Пусть лучше вот такая с якоть, яксочная. И вот у нас, допустим, такая вот мордашка. Сейчас я коричневым добавлю. Но вы сейчас эти разботы делали на масле. Нет, не растворитель. Разбавитель, не растворитель. Разбавитель. Это разные вещи. Это пимин? Один растворяет, другой растворяет. Нет, он же и растворит. Он же и растворит. Ну, просто в данном случае он выступает как разбавитель. Ну, как вода. Она же разбавитель, скорее, да? Ну, неважно. Ну, например, мы видим внятно темный уголь. Сразу можно взять его и отсечь. Просто, чтобы даже не участвовал уже в рисунке. Тем не менее, он нам уже с этой стороны, с левой, примерно очертил нашу. Сейчас немножко влажна вода, поэтому будут проблемы с укладкой. То есть, когда у нас есть время, когда у нас есть время, когда она успевает, вот этот разбавитель испариться, впитаться в холст, немножко появляется вязкость. То есть, вот эта слякотность некоторое время будет мешать. Ну, не настолько, чтобы прямо расстраиваться. Тоже с этой стороны. Это принципиальные вещи. Мы видим две вот эти полосы, которые очерчивают личико. Намерк на плечо. Если плечо потом окажется высоко или низко, подвинем его. Вы видите, у мастихина есть возможность вот так штриховать. Этой возможностью рекомендую пользоваться. Очень хорошая возможность. Не только шпатлевать, но и штриховать. Часто вот так смотришь. Вот раньше, когда я мастихином не пользовался, у меня был такой период. Потому что один из моих педагогов сказал, что если художник взял мастихин в руки, то значит ему больше нечего сказать. Ну и вот с этим хвоздем в голове я прожил лет 15. Сожалею. Вот такие хвозди тоже к себе не буду реабилитывать. А художники лукавый народ, чтобы выгородить свои какие-то невозможности. То есть вот это штрихование наш друг. Ну вот, казалось бы, с чего рисунок начать. Ну конечно, вот лицо разделено почти пополам. Разделено на тень и свет. Линия подбородка тоже темна. Чуть темен мотив глаза. Амбразурка глаза. Не надо сразу рисовать весь глаз. Сначала вот мы видим внятное темное пятно. А потом уже подробности. Где-то теневая под носиком. Она малоразличима, но она тем не менее есть. Надо помнить о том, что теневая под носом – одно из серьезных участников рисунка. Это не линия носа чаще, а именно теневая под носом – один из главных участников рисунка лица. Губочка верхняя. Два червячка, да? Интересная композиция. Не смотря на то, что голова срезана, да? Она смотрится. Алик-жар, вид снизу голова, да? Ну это модные сейчас композиционные трюки. Пользуемся, конечно. Кто-то изобретает эти обрезанности. Ну, хорошо. А мы пользуемся. Ну, где-то намечечек. Одну бровочку, другую. На Иисуса Креста похоже сейчас. Не по помчению. Ну, опять же, иногда человек делает что-то другое. Он другое. Делает вот этот портрет. Вот вы сейчас говорите, похож на Иисуса Христа. А потом вдруг окажется, что в этом образе больше узнается. Ну и довели до того состояния. То есть, может быть, в сторону образа Иисуса Христа, допустим, продолжить эту картину. То есть, польский процесс, он... И мы поняли, что это буквально эпитафия для этого случая. Получилась очень интересная картина. А, влажная еще. Ну, сейчас можно куда-то перемолоть эту влажу. И вот густенькими мазочечками. Теперь, когда мы сверхтень раскидали, густенькими мазочечками навязываем вот эту лепку устраиваем. Буквально работу скульптора ведем. Ну, к этим мазкам мы же не будем возвращаться, в которые вы только что поражили. Нет, может быть, еще будем. Не раз. Ну, вот здесь у меня просится уже подвинуть подбородок. Я его с чистой совестью подвигаю. Подбородочек у меня уйдет, что это откуда-то. А что-то Делькастр. Тоже некоторый ритм мазочков. Помните, как на носике? Казалось, что нос можно было в высоту, но я штриховал в ширину, как бы по цилиндру. Нос это тоже цилиндр. Также здесь ритм вот этих вот штрешочков по цилиндру тоже продолжаем. То есть это важный элемент, вот эти ритмы, которые дают. И округлость. Интересно, а можешь попробовать один тот же портрет разных техник? Конечно. То есть, взять классическую губку, попробовать взять и перевести на язык мастихина. И, кстати, это уже творческая копия, которая вполне конфигруется как самостоятельное произведение. То есть это уже не плагиат вообще. Ее можно подписывать собственным именем смелым. Если мы вообще даже отварель переводим на язык масло, допустим, вот переводим на язык масло и отварель, это уже право подписаться дает. Просто хотя бы потому, что мы сделали творческий акт перевода. Игорь, то есть вы говорите, что если работа написана маслом, художника, а я написала мастихином, то уже работаю. Это уже она действительно... Нет, если он сделает такие стилаты мастихином, ты уже прочла другим языком живописи и имеешь полное право считать это авторский. Смежное право. Вот скажем, вот здесь, может быть, даже оставим вот эту голубизну. Вот напряжение света дадим сюда, а там сохраним некую тишину. И тоже будет красиво, правда? Причем сочетание густых и вот этой акварельности это красиво. Ну, даже ребенок способен положить вот такого рода мазочки. Поэтому есть живопись, которая настолько удобна в исполнении, а звучит настолько убедительно, что нам бояться просто нечего. Мне кажется, мастихином так сложнее написать. Сложнее? Чем пальчиком, да. А, сложнее, чем пальчиком. Точность всех же попаданий. А зачем здесь точность? Ну, все равно, надо же туда попасть. Спасибо. Причем вы понимаете, что в такой живописи попасть мазок в мазок практически невозможно. Поэтому мы автоматически идем на авторское произведение. Тем более, что мы уже где-то изменили. Здесь у нас теневая, здесь у нас... Это могут быть два человека на этом формате. Одна такая, другой такой. То есть часто у дедов в школах очень часто стоит вопрос, а ты срисовывала? Живопись это одно сплошное срисовывание. С натуры. По-разному. С натуры, с фотографией. Сойти. С ума сойти. Ну фэнтези, там кони. Все равно же коня рисуют. Или лошадь. Сморова. То есть я сейчас, собственно, что хочу показать. Что технология очень удобная. Нет, она не та же, конечно, не та же. Но она очень удобная для исполнения новоначального. Нет, ну свет, тень все те же. Нет, нет, но свет, тень тоже, но и остальные. Блик. Прикольно. Человек может ошибиться, быть неточным в теневой и на световой. Но иногда эти неточности звучат, красиво звучат. И вдруг окажется, что вот опытный, это же бы сделал не красный, ну или слишком обыкновенно. А вот эти неточности новичка могут оказаться очень излучными и красивыми. Поэтому совсем не значит, что если мы... Главное взять хорошую идею, ну вот язык, язык живописи, удобный для себя, понятный для себя. Сколько, пожалуйста, на губы, мазок именно вот такой надо ставить, как идет мышца? Желательно, вот, желательно вот этим меридианчикам, которые там существуют. Иногда ждем удачи. Вот смотришь, мазок один раз не получился, второй раз не получился. Так, чтобы кончик носика, допустим, зазвучал. Топчем это место, пока не зазвучит. Мозаика вообще обобщает, конечно, до невероятности. Если вы знаете, вот эти мозаичные изображения в церквях, особенно византийского периода, то есть они же настолько условны, но тем не менее степень выразительности колоссальная. Поэтому идея мозаики, тем более, что это мозочная идея, очень полезная идея, рекомендую как форму самообразования. Настолько она удобна. Образительность очень высокая. Густая краска обычно вынуждает это делать. Время вынуждает зрителя уважать такую картину, которая сделана чистой краской. Мы сейчас как-то балдеем от краски. Мы тащимся от того, что она, что рука человека позволила себе такое количество краски нагрузить. Возбуждает она. Именно мы это и делаем, когда смотрим на ваши работы. Потрясающе. Потрясающе. Здравствуйте. Да, вы так можете? Просто я легко. Я как-то читала кучки, я думала, так все пишут. Ну, я же так могу. Я тоже так же думала, как и он. Попробую, ничего не получается. Что, не получается буря, мглую, небо, кровь? Вот, я могу сказать еще такое похожее, придумать не могу. Иди, не убирайте этот портрет. Такой замечательный. Просто жарко. Я даю его потом использовать. Просто чисто. Тренировочный. Я просто живой, вот, смотрю на нас. Хотя, собственно, к чему-то смотреть, да? Двери. Да, но тем не менее она так выторожила за меня, что я в нее ходила. Да. Класс. Следующий семинар, наверное, начинал 18-го, не так, где? А какие-то все-таки импрессионизм или море? Не, не, это импрессионизм будет в Москве, а там что-то не может. О, может, с морским пейзажем? Давай. Я тоже, конечно, с морским пейзажем. Бежит. Ну, я уже не буду так долго его там, да. Ну, Солик, если хотите, сами попробуйте в мазочках поставить, вообще будет делать. Ну, мы, в принципе, закончили, да? Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.